Ну что ж, Хердур, спасибо, что пришел. Большая честь для нас. Первый вопрос. Такой ЦСКА сейчас после первых туров близко к лидерам, но в то же время поражения от Спартака были. Хорошие матчи были, не очень. Как вы, ребят, в команде сами это оцениваете? Что думаете? Думаю, мы должны быть довольны тем местом, которое сейчас занимаем. Близко к топ-клубам. Не так далеко от одна, конечно. Мы достаточно хорошо начали. Ну так же, как и другие. И вот в чем еще нам повезло, это в том, что когда мы теряли очки, другие наши конкуренты тоже теряли очки. Ну, российский чемпионат – непростой турнир. Знаете, жду с нетерпением начало декабря, чтобы посмотреть, какой там будет расклад. Почему, с вашей точки зрения, цискали Харади в таком сезоне? Много травм, потеряли много игроков, важных игроков. Загоева, Васина, Сигурдсена, теперь Набабкина, Биола. Нас не так много, чтобы легко справиться с такими потерями. Поэтому играют все, кто в обойме. Да, нас немного. С одной стороны, тяжело, с другой – делать нас крепче. Мы бьемся, мы остаемся командой. Играют все, кто в обойме. По поводу Загоева, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газаев, достаточно известный тренер с усами, который сказал нашему изданию, что в России нет игрока с таким пасом, как у Загоева. Согласны? У кого вообще лучший пас? Если, да, смотреть на эту статистику, то я самый пасующий игрок. Так что, я стараюсь компенсировать отсутствие Алана. Он очень хороший игрок, нам трудно без него. Не просто, когда игрок восстанавливается, проводит несколько матчей, снова выбывает. Мы очень долго не играли вместе. Прежде всего, хочу пожелать ему скорейшего восстановления. Надеюсь, он уже скоро к нам присоединится. И принесет немало пользы. Да. Надеюсь, скоро сыграет за нас. То есть, травмы – это главная проблема ЦСКА, не так ли? Да, я думаю, травмы – это проблема. Нас немного, да, как я сказал, но мы хорошая команда. Нам не везет, конечно, с травмами. Не помогает это нам никак, если честно, да? Но постараемся в каждом матче играть на победу. У нас есть кому побеждать, с кем побеждать. Болельщики ЦСКА обожают сравнения. На ваш взгляд, какая команда сильнее? По составу, по форме, по потенциалу, по возможностям. У «Спартака» отличный состав. Клуб покупает реально дорогих исполнителей. И более того, у «Спартака» шире выбор, длиннее скамейка. Но наша команда сильнее, компактнее, сплоченнее. В «Дерби» нам не повезло. Но, однако, мы еще возьмем реванш, докажем, что ЦСКА лучше. Матч был классный. Вообще здорово играть против «Спартака». История «Спартака» от «ССКА» — это круто. Когда, знаете, проигрываете или выигрываете, город окрашивается в красно-синий или в красно-белый. Для меня город всегда красно-синий. По поводу «Дерби», а что случилось с ЦСКА после перерыва? У вас такой хороший первый тайм и плохой второй. Что случилось? Думаю, мы сами отдали это все. Сами отдали сопернику этот патч. В первом тайме хорошо сыграли. Счет был 0-0, хотя мы могли вести. Хотели немножко их вымотать. Думали, что «Спартака» встанет, все-таки команда играет в Лиге Европы. Но так получилось, что сами отдали, не используя шансы. И «Спартака» просто убил в втором тайме. Знаете, мы еще совершили несколько ошибок, которые стоили результата. Но ничего, мы все еще рядом. Турнирные таблицы. С нетерпением жду следующих матчей и следующего «Дерби», чтобы взять реванш. Болельщики спорили в соцсетях. Помешало ли ЦСКА вот это пиротехническое шоу на трибунах? Вроде бы вы только начали давить, только переломили ход игры. Как повлияло? Да лично, но меня никак не повлияло. Никак. Я, наоборот, воспользовался паузой, чтобы продышаться, попить воды, поговорить с ребятами. На дерби. Всякое случается. Это дерби. Это эмоции. Да, в конце концов, мы могли воспользоваться этой паузой, чтобы скорректировать план. Это дерби. Я помню, много лет назад, да, я смотрел запись, как собака выбежала на поле во время дерби. Всякое случается. Ничего это не предугадаешь. Не думаю, что как-то повлияло на нас, может, кого-то сбило с ритма, но наше дело не искать оправданий и, знаете, играть самим. Лично мне никак не помешало. Ну, вам нравится такой стиль поддержки? Фэйрап, дымы, кричалки вот эти агрессивные. Часть фанатского стиля. Фанаты часть клуба, часть истории. Мне, знаете, мне нравится, когда люди поют на стадионе и проводят свой матч в кавычках против фанатов соперника. В хорошем смысле, вот кто кого перекручит, кто устроит красочный шоу. Обожаю дерби. Всегда хочется сыграть в таких матчах. Я в прошлом сезоне, кстати, пропустил дерби, но, знаете, у меня воспользуется возможность ее было на фанатской трибуне с болельщиками. Это кое-что такое непередаваемое. Да, не то, что на поле. И я немного понял их, да, увидел, как много значат для них такие матчи. Отдают себя игре так же, как мы. По-своему, конечно. Безмерно благодарен фанатам ЦСКА. Здорово поддерживают нас. Просто спасибо вот им. Была история, когда вы только приехали, вы устроили с фанатами вот эту знаменитую исландскую перекличку Ху. Да-да, викингские вот эти хлопки. Викингские хлопки. Чья идея была? Это было представление новичков. Встреча с командой перед сезоном. Повидали друг друга, они повидали нас. Получилось прикольно. Они очень хотели вот эту тему устроить. Это как чемпионат мира только закончился. Это было очень популярно. Популярно было. Ну и кто-то с трибун зарядил эту тему. Я поддержал. Потом мы сделали то же самое после победы в Суперкубке над Локомотивом. Потом все вместе, знаете, круто вышло. После этого нет, не делали. После этого не было. И, честно говоря, я рад. Пусть эта тема останется в сборной Исландии. Хотя, если болячки ЦСКА еще раз предложат, не откажусь. Главное, чтобы повод был серьезным. Может, после того, как титул выиграете. Да, 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 да. А иногда еще раз сделаем ху, и все будут счастливы. По поводу прошлого сезона вопрос. Мог ЦСКА стать чемпионом? Насколько силен вообще чемпионский состав? У нас есть игроки, у нас молодая команда. И эта команда, знаете, она уже опытнее, чем команда прошлого сезона. Есть опыт. А тогда слишком много футболистов завершили карьеры, куда-то уехали. Я был одним из тех, кто пришел на смену прежнему поколению. Мне кажется, сезон нормальным получился. Сложно вот так взять и с листа выдать суперрезультат. Тем более, вокруг тебя новые люди. Да всем сложно, не только мне. Да, могли, могли выступить лучше, особенно после январских сборов. Но, увы, не получилось, не получилось. Но теперь есть опыт. Вместе, думаю, мы способны на многое. Яркое будущее у клуба, уверен. А кто ключевой футболист нового ЦСКА? Ключевые. Да все ключевые. Все. О лидерах, если говорить. Наш вратарь Акинфеев, легенда. Самый главный вообще человек в команде. Но мы команда, понимаете? Каждый должен уметь быть лидером. Каждый должен уметь быть новым лидером. Мне нужно быть лидером обороны, полузащитником, лидером центра поля и так далее. И так далее, и так далее. Мы все лидеры. Так или иначе. Помогаем друг другу. Все. Все лидеры. А кто король раздевалки? О, король раздевалки. Кирилл Набабкин. Кирилл Набабкин. Кирилл Набабкин. Алан Загое. А я вдвоем. Они это просто умора. Они прикалываются. Все ржут. А Акинфеев, кстати, тоже вообще он в порядке. Может пошутить. Я тоже, знаете, не отстаю. Иногда могу пошутить. Ваше счастливое, что его любимая кричалка. Это вот про Кирилл Набабкина. Кирилл Набабкин, ухажер для твоей манки. Да-да, знаю. Да-да, знаю, знаю эту кричалку. Прикольная. Она мне тоже очень нравится. Классная кричалка. Набабкин вообще легенда. До того, как вы пришли в ЦСКА, были легенды в обороне. Игнашевич, братья Березуцкие. Что знали о них? Когда близнецы играют в футболе, это вообще особенная история. Конечно, я знал Березуцких, смотрел какие-то матчи, потом в записи смотрел. С Игнашевичем тоже. Легенды, все трое легенды, никаких сомнений. Было жаль, что я, знаете, не успел с ними потренироваться, сыграть. Когда подписал контракт, они вот сразу ушли, сразу покинули клуб. Сразу завершили карьеру. Было бы здорово чему-то поучиться у них, потренироваться вместе. Великие игроки для ЦСКА. С их уходом образовался такой, знаете, вакуум, который мне надо было заполнить. Ну, я постарался это сделать. Сделал все от себя зависящее, честно. Эту дыру сложно заполнить, но постарался это сделать. Ну, а Кинфей все еще здесь. Кстати, на каком языке вы общаетесь? Он говорит немного по-английски. Иногда что-то я скажу по-русски. Вообще, английский в той или иной степени знают все футболисты в команде. Проблема, что, знаете, некоторые русские игроки стесняются говорить по-английски, но все что-то знают. Так что мы понимаем друг друга, коммуникация в порядке. А вам страшно разговаривать с Кинфейом. Не стесняетесь? Нет, 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 нет. Во-первых, я не боюсь. Ни он, естественно, не стесняется, кстати. Вот он-то по-английски нормально как раз шпарит. Он старается по-английски вообще говорить почаще с легионерами. Нормально он общается, мы понимаем друг друга. Его прозвище в России Фурик. Фурик от слова Фурия. Почувствовали это? Я это слышал, 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 слышал. Могу это почувствовать, конечно. Кинфей такой парень серьезный. Ну, знаете, я хочу сказать про другое. Когда мы играем на выезде, например, я вижу, как много Кинфеев значит для России, для страны. Какой он знаменитый вратарь, как он прославляет ЦСКА. Все с ним фоткаются постоянно. Вот во всех городах счастлив просто, что он рядом со мной на поле, стоит в воротах, играет, помогает мне, руководит командой. Супер. Вы начинали в молодости в системе Ювентуса, там был Буфон. Понимаю, что сложно сравнить две истории, но, тем не менее, вот если Буфон и Акинфеев, да, можете произвести какие-то параллели? Да, 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 могу, могу. Они есть. Я был, конечно, счастлив в Ювентусе, особенно, когда, знаете, мог забить Буфону на тренировке. Вот примерно, когда забиваю Акинфееву, примерно такие же чувства. Вот, чтобы Буфону забить, что Акинфееву, одинаково счастье, одинаково счастлив я. Я просто, как ребенок, радуюсь, когда забиваю Акинфееву, это легенда же, а что? А сколько вам было, когда забили Буфону? В Италию приехал 16, ну, лет 16-17. Первый гол Буфону был, такой был тинейджер, был с головой? Не-не-не, по-моему, на Абре. У вас в Инстаграм несколько фотографий с Буфоном, вы там еще маленький совсем. Ну, и, конечно, чуть постарше тоже. Это что, ваши кумиры? Что почувствовали вообще, когда мы оказались в одной команде? Конечно, это мой кумир, не стесняюсь этого. Было одновременно и странно, и круто. Я впервые ведь увидел Буфона еще в Исландии, когда Италия играла с нашей сборной, и я подавал мячи, был вот мальчиком, подающим мячи за воротами. Повезло, знаете, что друг работал на стадионе, и мне получилось сделать фотку с Джиджи. Лет 10 мне было. Лет 10. Может, 11. Потом мечта стала реальностью, и в один день стал тренироваться с ним. Вот так мечта, мечта, мечта стала реальностью. Очень памятные фотографии для меня из Ювентуса, и, конечно, из Исландии. Буфон остается лучшим, наверное, одним из лучших футболистов, вратарей мира, и шанс поиграть с ним выпадает нечасто. У меня он был, я счастлив. А что это, расскажите, особенное про Буфона, да? Что-нибудь, вот, что бы его характеризовало? Характеризовало. Истории. Отец команды, Буфон. Буфон очень веселый, смешной, знаете, очень заботливый. Он обо всех заботится. Вообще никто в команде не бывает один, что Джиджи позаботится, чтобы ребята были вместе, чтобы были одной командой. А вот в чем прикол? Он может реально делать все, что захочет. Вот, что ему заблагорассудится, то он может делать. Не захочет тренироваться, ради бога, все, он сядет и не будет тренироваться. Вот такой вот он Буфон. Он такой же смешной, как Набабкин. Разные стили. Разные, разные, разные. Кирилл классный, смешной парень. Знаете, иногда он, мне кажется, он специально хочет показаться глупым, чтобы было смешно. Что-нибудь как сморозит, это вообще. Хоть стой, хоть падай. Люблю шутки, иногда в них даже нет смысла. Ну, это я, может, не понимаю. Да, прикольный парень. А вы знаете, что Кирилл обожает собак? Да, 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 знаю. Он, по-моему, даже несколько собак взял из приюта. Они бездомные были вроде, да? У него сколько? Восемь собак дома. Это же вообще, ну, с ума сойти. Характеризует его как очень доброго человека. Тот, кто любит животных, не может быть плохим человеком, мне кажется. Очень хороший парень. Восемь собак у него. Вообще кормит их, гуляет с ними. Они... Три, еще три, да, будет футбольная команда. Да, да, а зачем три? Можно две, а он бы сам сыграл в стартовом составе с собаками. Это было очень смешно. Слушайте, а что вот самое прикольное, что Набабкин говорил? Что-нибудь смешная шутка. Слушайте, мы все время вместе шутим. У нас есть японский футболист Токума. Да, он... Вот над ним прикалываемся с Кириллом. Мы иногда с ним говорим, знаете, как будто по-японски. Вот я с ним все по-своему, тарабарщина получается. Начинаем спорить, размахивать руками, разные звуки. Токума ржет с нами, нормальный, вообще не обижается. Ему смешно. Ну, это наша фирменная фишка такая. Знаете, надо мной... Вот он не то, чтобы прямо надо мной шутит. Скорее, вместе. Вместе мы шутим. Хердор, посмотрели мы статистику. Вы самый пассающий футболист лиги. А почему так? Центральный защитник. Это что, специальное задание Гончаренко? Первый пас, начать атаки. Что это? Я думаю, это одна из моих сильных сторон. Лонгболы, длины передачи. Я люблю начать атаки. Счастлив, что наши контратаки часто начинаются за счет моих хороших качеств. Вроде я был лучшим даже, да, по этому показателю в прошлом году. Нормально, рад. Даже не потому, что сам вот такой крутой, а потому, что могу помочь команде. Потому, что это помогает команде. У нас есть футболисты, которые могут хорошо откликнуться на мои лонгболы. Главное, что есть игроки, которые могут принимать мячи. Длинные мячи на Марио Фернандеса. Это одна из особенностей, да, у нас? Оружие такое, да, ЦСКА? У вас хорошее взаимопонимание? Да, мы отлично понимаем друг друга. И я думаю, наше взаимопонимание на достаточно высоком уровне. Во-первых, он может по-испански говорить. Я знаю итальянские языки, похожие. Так что нормально общаемся. Раньше, мне кажется, такие передачи, как я, на Марио делал Игнашевич. Так что Марио привык к этому. И хорошо, что у нас в этом смысле с Сергеем может быть похожие качества. Думаю, примерно похожие, да, похожие у нас. Так же мы читаем друг друга, как Сергей и Марио друг к другу. Есть мнение, что Марио Фернандес перерос уровень российского чемпионата. Ему стоит поиграть в другой лиге. И что вы об этом думаете? Согласен, согласен. Марио очень сильный игрок. Сборная России должна быть счастлива, что у него есть такой футболист. Если бы Исландии был такой бразилец, такого уровня, мы бы были вне себя. Отчасти нас нет. Марио мог бы играть в топ-клубах. Это топ-футболист. Тем более, там им уже интересуются, насколько я знаю, читаю. Он без проблем там бы заиграл. Но мы рады, что он пока с нами. Вы сыграли, слушайте, все матчи без замен. Насколько сложно для вас и физически, и морально? Тем более, всегда вступайте в отбор в гуще игры. У вас хорошая статистика еще, к тому же. Много единоборств, перехватов. С точки зрения физики, я прошел хорошую школу в Англии. 46 матчей за сезон. Очень мало перерывов. Я лучше узнал свое тело, когда я действительно устал, когда нет. В конце концов, сейчас мы играем раз в неделю. Есть цикл, есть выходной. На тренировках смотрят за нашим состоянием. ЦСКА очень внимательно к этому подходят. Бывает, можешь устать морально. Ну, всегда можешь сказать об этом тренеру или кому-то в клубе. Там относятся к этому вообще с максимальным уважением. Тяжело, когда вообще играешь. Постоянно, без перерывов. После матча с Арсеналом у нас перерыв. Я, да, полечу в сборную, сыграю два матча. Но у ребят, кто тренируется в Москве, будет чуть больше времени на отдых. Это нормально, это моя работа. Мне нравится играть в футбол. Я, в конце концов, знаете, захочу отдохнуть, отдохну летом, в межсезонье. Сейчас я на 100% сконцентрирован, сосредоточен на работе и сфокусирован на игре. Как часто вы общаетесь с Гончаренко? Он любит беседовать с игроками, а вот с вами. Отличный тренер. Хороший тренер. Здорово, что встретился именно с ним в ЦСКА. Повезло мне в этом смысле. Ему нравится работать с молодыми игроками. А мне нравится разговаривать с ним. Один на один. Да, это очень полезно, во-первых. Я всегда понимаю, что он хочет. А когда, знаете, надо разрядить обстановку, может взять и пошутить. Смешной. В хорошем смысле. Веселый, я так скажу. Веселый. Веселый мужичок. Я тоже могу пошутить, никаких проблем. Учись у него. Учись у него. О чем был последний разговор? И тема, и язык. И язык, конечно, язык. На каком языке общались? Иногда по-английски. Он учит. Он мне говорил, что изучает английский. Иногда он начинает что-то говорить по-английски. И, знаете, останавливается. Как будто боится что-то сказать. Боится, что я его не пойму. Но мне, наоборот, нравится, когда он говорит по-английски. Я его прекрасно понимаю. Вообще не беспокоимся об этом. Ну, когда надо, естественно, донести что-то вот такое реально важное. Он говорит по-русски. Со мной переводчик. Знаете, какие-то тактические моменты. Тут уж не до изучения языков, да, что называется. Чтобы не подбирать слова. Потому что надо сосредоточиться на том, что он хочет меня донести. А не думать, там, правильно или нет. Построил фразу, окончание. Ну, и каждый день болтаем. И о тактике, и о футболе. Мне это нравится. А пишите Гончаренко в трех словах. Хороший парень. Это первое. Веселый. И он трудоголик. Очень много работает. Очень много работает на благо ЦСКА. Кучу времени проводит со своими помощниками. Смотрит видео. Соперников изучает. Придумает, что мы можем сделать. Он первым приходит на тренировку. И, естественно, уходит последним. Да, вот. Мы приходим уже все. Он там. Мы уходим. Он еще там. У вас когда-нибудь были разговоры с тренером на повышенных тонах? Да. Да, были, были. Когда я ошибаюсь или делаю что-то не то, может мне устроить взбучку? Да, бывает, бывает. Не буду врать. Каждый день обсуждаем какие-то важные вещи. Естественно, у нас не только шутки, прибаутки. Часто-часто обсуждаем. Может, раз в неделю. Два в неделю. Но без этого не бывает. Без этого никак. Это нормально. Это футбол. Я должен прогрессировать. А кто как не тренер донесет это до меня? Вопрос про российский чемпионат. На ваш взгляд, главная проблема в российской лиге. Вы же знаете, футболисты, которые сюда приезжают, говорят комплименты. К ним какой-то сильный чемпионат и так далее. Есть же обратная сторона. Обратная сторона. Хорошего начну. Хороший чемпионат. Такой же, как в Италии. Или где-то еще. Ну, нет. Конечно, за исключением Англии. Где очень много матчей. Сложно сравнивать Россию и Англию. Нет. Там мы играли чаще, чем тренировались. Здесь наоборот. Больше времени тренируемся. Больше восстанавливаемся. Знаете, кстати, когда я только... Когда я только ехал в Россию, мне казалось, будет очень много долгих перелетов. Четыре-пять часов в сравнении с Англией, например, где час-два. Да. Но! Но! Оказалось, не совсем так. Оказалось-то летать два часа, в час иногда. Это круто. Вот. Российский чемпионат непростой. Непростой. Надо привыкнуть. Ну, я быстро привык все равно. Быстро привык. И я счастлив, что у меня получилось. Ведь адаптация могла быть тяжелой. Ну, так, что еще сказать? Хороший чемпионат, но трудный. Слушайте, ну, они приятные вещи. Судьи, например. Я не хочу, не хочу говорить об этом. Не хочу говорить о судьях. Они делают свою работу. Мы делаем свою. Пусть работают. Все, знаете, могут быть чуть лучше. Брэйфери это тоже касается. Я вижу, вообще, позитивный парень такой, да? Да, да, я позитивный человек. Не просто искать какой-то негатив. Ковыряться в негативе. Там про судей, про игроков. Хорошее качество. Я концентрируюсь на позитиве. Так что хорошее будущее у российского футбола. Команд много в Еврокубках. Жизнь в Москве, вот ежедневная жизнь, наверняка отличается от того, что был в Исландии. Насколько далеко разница с Италией или с Англией? По сравнению с Италией, вообще разница огромная. Там была, во-первых, сиеста. Все кругом закрыто с часа дня до четырех. А то и больше. Выходных много. Иногда, знаете, вот заканчиваешь тренировку рано. Думаешь, чем бы заняться. Все закрыто. А в Англии, как в Исландии, может где-то до десяти вечера все открыто, да? В Москве, это вообще обалдеть. Круглые сутки все открыто. 24 часа, любое место, это клево. За год прожили тут, мне все нравится. Знаете, я тут наслаждаюсь жизнью. Москва хороший город, хорошая иллюзия. Что плохого вам сказать? Ничего. Люди, люди, люди очень клевые. Я думал, будет по-другому. Оказалось, оказалось круто. Если вы могли выбирать жить в большом городе, как Москва, или где-нибудь в маленьком городишке рядом с вулканом. Это как Рекьявик, что ли? Знаете, я выберу Москву. Вот вы удивитесь, а мне нравятся большие города. Мегаполисы. Я привык. Рекьявик, да. Для меня большой город Рекьявик. Ну, по сравнению с Москвой, боже мой, она больше раз, 30 раз, больше даже. Я парень, знаете, парень из большого города. Вот я себя так уже ощущаю. Мы сейчас задаем вопрос бразильцам или португальцам, жалуются на климат. Говорят, холодно. Вы из Исландии, для вас это точно не проблема, не так ли? Знаете, люблю вашу страну как раз за погоду. Вот люблю погоду московскую очень. У вас, во-первых, классное теплое лето. Сентябрь сейчас у нас, да, хорошая погода. Тепло в майке, в шортах. Да, пусть будет чуть-чуть, конечно, по-моему, холоднее, но все равно комфортнее. Знаете, в Исландии сколько сейчас? Плюс два, плюс три. Вот вам и разница. В Москве я в шортах, в Исландии уже надену куртку-дутик. В Москве много ресторанов разных. Каждый народ может найти что-то свое национальное. А есть исландские рестораны? Есть? Не-не-не-не, исландских ресторанов нет пока что. Надеюсь, может, когда-нибудь откроют. Может, вы откроете. Могу, да. Могу. Надо найти правильных людей, которые мне помогут это сделать, все организовать. Но, знаете, я не могу сказать, что скучаю по исландской еде. Я, в конце концов, когда еду в сборную, могу насладиться исландской кухней сполна. Вот сейчас поеду в сборную, и в Москве и так много всего вкусненького. Индийской кухни, китайской много, японской, русская кухня. Тоже, кстати, вкусная. Обожаю разную кухню. А у лидерских жителей уже полюбили борщ или пельмени? Я, кстати, попробовал борщ, когда приехал только. Я не фанат. Потому что, во-первых, у нас в Исландии есть похожий суп. Он называется мясной суп. Очень просто. Борщит, тоже мясной суп. А, похоже. Друг на друга. Я попробовал и без мяса борщ, и с мясом. Нет, я попробовал сначала без мяса, но мне не понравилось. А вот с мясом другое дело. Честно говоря, вообще ничего не знаю про исландскую кухню. Могли бы что-нибудь рассказать? Допустим, три главных блюда. Так. Ну, во-первых, это, конечно, мясной суп. Это он делается из баранины. Ну, баранина в Исландии немножко отличается от баранины, которая в России. У нас по-другому. Кормят барашков. Природа отличается. Может, экология у нас получше все-таки. Так что вкус мяса все-таки другой. И вот этот наш мясной суп, он, да, вкусный. Еще другое блюдо – это головавцы. Что? Головавцы. Я, честно говоря, не пробовал. Но это очень популярно в Исландии. Там едят вообще все. Кожу, щеки, глаза, по-моему, тоже. А мозг? Ну, в общем, голову съедают. Это считается чуть ли вообще не лучшим мясом наших исландских баранов. И людям нравится. Рыба? Рыба, да. Да, да, да. Лосось. Исландский лосось. Это очень вкусно. Мы гордимся своей рыбой. Если вы откроете ресторан исландской кухни в России, как назовете его? Назову. Рейкявик. 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 Хороший вопрос. А как вы говорите рейкявик по-русски? Рейкявик. Так и говорим. Рейкявик. Я бы, знаете, как сделал? Очень много слов у вас заканчивается на «ич». Я бы тогда сделал «рейкявич». Рейкявич. Хорошая идея. А может, Эй, Эф, Яд, Лео, Кудель. А это тоже неплохо. Да, да. Пусть хорошее название нашего вулкана. И люди должны перед входом в ресторан прочитать. Если прочитают, войдут. Не-не, тайна могут нажать на кнопку, да, нажать на кнопку на столе, и там будет, тогда будет по громкоговорителем название. Вулкан Эф, Яд, Лео, Кудель. Скандинавы любят путешествовать. Что бы вы посоветовали друзьям в своем из Исландии посоветовать посетить в России? Ну, три места. Вы знаете, все мои друзья, вся семья, они уже все тут побывали. И все с первого взгляда влюбились в город, в Москву, и в русских, в ваш менталитет. Когда я спрашиваю друзей, где лучшее место на Земле, они отвечают, Москва. Все хотят вернуться сюда. Проблема только в визе. Мне им надо постоянно устраивать визу, да, делать, ну, есть нетрудности с ее получением. Мои друзья приезжали бы в Россию намного чаще. Три места, три места, три места. Что, бары, рестораны или места просто? Для меня, слушайте, ну, Красная площадь и Кремль. Не буду тут особо оригинальничать. Там такие удивительные здания, как это все построили много лет назад. А вы были внутри Кремля? Внутри Кремля? Конечно. Много раз, много раз. Слушайте, когда друзья или родственники приезжают, все хотят туда пойти. Так что, вот так вот у меня, вообще-то у меня в России две работы. Первая футболист, а вторая я гид. Гид для своих друзей. Уже многое узнал о русской культуре. Кое-чего изучил. Но, слушайте, мне еще надо много всего изучить. Еще русская культура, это вообще тема бесконечная. Так, рестораны, очень хорошие. Некоторые я посетил. Белый кролик отличный. Я смотрел на какой-то рейтинге, вообще в топ-50 ресторанов мира вошел. Новиков, по-моему, да? Новиков, а какой-то еще азиатский ресторан, не помню название. Еще. Не помню, не помню название, там русская кухня. В центре? Там русская кухня. Такая, ну, крутой ресторан. В центре? Знаете, это, типа, похоже на кофейню. Может, кофе там в названии было? Кофе в названии. Не кофемания, случайно? Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не, не кофемания. И не Starbucks тоже. Там ресторан, может, кафе. А вы знаете, кто такой Владимир Ленин? Кто? Владимир Ленин. Ленин. А, ну, конечно, 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 конечно. Слушайте, ну, я так скажу, вот у меня есть друг, я не такой эксперт, а вот мой друг, он настоящий фанат России. Советского Союза и все, вот что с этим связано. Он столько историй нам рассказал, когда приезжал сюда. Он, в общем, всякая сила, приезжает, постоянно рассказывает. Слушайте, Ленин, кто Ленин? Ну, значимая историческая фигура. Многое сделал для России. Давайте так отвечу, и нормально будет. Самая удивительная вещь, которую вы здесь узнали. Слушайте, я тут друг, вам надо с ним пообщаться. Он вот реально фанат истории. Он, когда приезжает сюда, он приезжает с целым списком дел. Ежедневник заполнен у него планами, сотнями мест для посещения. Он не успевает, не успевает все обойти, постарается увидеть как можно больше, а потом рассказывает. Я все время у него учусь многому. А люди на улицах узнают вас уже? Да, да, иногда люди останавливают меня, фотографируются. Ну, кстати, это не мудрено. Я выделяюсь своими светлыми волосами. В толпе это видно, знаете. Я как луч в центре города. Единственный вот с такими блондинистыми волосами. Меня легко найти. Случается иногда время от времени, и мне это нравится. Когда люди не боятся сказать привет и попросить сделать фотку. Это круто. Мне не сложно, им приятно. Дайте вернемся к футболу. Можете сравнить пять миров в России и Евро во Франции? Ваши впечатления об одном турнире, а втором. Когда мы впервые вышли на Евро, это, конечно, была супер история. У нас небольшая страна с небольшим населением. Это была очень вдохновляющая история. Все играли друг за друга, за страну, за болельщиков. Невероятное время, вот тот чемпионат Европы. Первый большой турнир для нашей страны. И сразу такой успех. Вы знаете, мы вышли тогда на тот чемпионат Европы без давления. Люди от нас ничего не ждали. Аутсайдер, счастливчики. И, возможно, это главный фактор, который помог выступить так успешно. Были вот андердогами, от которых никто ничего не ждал. Когда приехали домой, и после окончания турнира, даже несмотря на вот этот разочаровывающий результат с Францией, разгромный, все равно нас встречали как героев. Просто все игроки, они были как героями. Нас встречали все же чемпионов мира. Но когда выходишь на один турнир, хочется выйти. Знаете, аппетит приходит во время еды. Хочется выйти на другой. И мы сделали все, чтобы выйти на чемпионат мира. Добились этого. Хотелось даже превзойти свой успех на чемпионате Европы. Мы вышли на чемпионат мира, и снова мечта стала реальностью. И люди уже кое-что от нас ждали. Да, да. Не так просто уже играть-то под давлением. И, кстати, вообще-то непросто было-то и квалифицироваться. Хотя тут уже это многие восприняли как, типа, ну нормально, выполнили задачу. Вообще-то Хорватия, с которой мы были в группе, тоже не последняя команда. И, кстати, когда мы вне вышли на чемпионат мира в Бразилии, мы играли в плей-офф как раз, в таковых матчах с Хорватией. И теперь вот оказались в одной группе на чемпионате мира. А, слушайте, Аргентина, Аргентина против Месси. Это было, как было против него играть, это было круто. Лично для меня это вообще, ну, была еще одна мечта, которая сбылась. Месси, слушайте, это лучший футболист мира, один из лучших. И когда мы сыграли в ничью с Аргентиной, ну, было невероятно. Это еще один исторический результат для Исландии. Вообще весь мир, я думаю, удивился, что Аргентина сыграла в ничью. Вы поменялись с Месси Майками? Нет, я поменялся не с Месси, я поменялся Майками с своим другом Пауло Дибалой, мы вместе тренировались в Ювентусе. Мне кажется, это вообще такая восходящая звезда сборной Аргентины. Уверен, что он будет отжигать в ближайшем будущем уже. Так что теперь у меня есть его футболка с Шпятом Мира в России. Многие пытались поменяться с Месси, но Лео не захотел. Не захотел. Он расстроился, наверное, что какая-то Исландия в ничью сыграла с ним, не захотел никому футболку отдавать. Ну что ж, да, это была причина, да. Разозлились они на нас, там и другие не хотели меняться. Но отомстили вам. Да, 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 похоже. Я рад, что у меня есть футбол Кадибалы. Вы играли против разных команд, больших, и на клубном уровне, и на уровне сборной. Игрок, против которого вам было сложнее всего играть. Были такие? Может, топ-3, да, топ-3, против кого тяжело играть. Всегда мне тяжело играть против быстрых. Против быстрых и невысоких. Я, потому что, слушайте, у меня рост 1,92 метра. Когда против меня выходит парень с ростом 1,63 метра, очевидно, что он шустрее. Я, может быть, на длинном шаге его догоню, но он шусть-шусть-шусть и меня обгонит на коротком шаге. Ну, против кого было трудно играть, но, слушайте, все, кто выходил против нас на Евро, на Чемпионате Мира. Круто играть всегда против лучших. Против лучших. Чем больше ты играешь против лучших, чем чаще ты играешь против лучших, тем лучше становишься ты сам. Да, еще против кого неудобно играть. Если из России брать, да, Миранчуки, братья Миранчуки. Они оба очень техничные, быстрые. Вообще много, много в российской лиге. Большой парень из «Зенита», «Дзюба». Да, он не тот маленький, против кого мне обычно неудобно. Он техничный, хоть моего роста. Он техничный. Мне нравится против него играть. Хоть и высокий, но в порядке. В ЦСКА был игрок раньше, Понтус Верблум. Был такой, знаете, Товгай Грубиян. Работал локтями. Он жесткий парень. А вы вот джентльмен на поле или, может быть, плохим парнем, как Понтус. Ха, много раз говорили об этом с треймерским штабом ЦСКА. Они хотят больше Понтуса в моей игре. Может быть, у Понтуса не было каких-то других качеств, которые есть у меня. Я, ну, я, может, слишком джентльмен, да, по сравнению с ним. Он воин. Я больше, больше и больше футбольный, что ли, человек нового поколения. Да, но я не скажу, что он хуже играл. Он просто, он олдскульный чувак такой. Он дрался. Он, да, забивал, кстати, между прочим. У него это отлично получалось. Старая школа. Ну, слушайте, воином тоже можно быть, да, и играть в футбол, и быть воином. Это нормально. Я могу бороться, если надо. Но нужно всегда оставлять голову холодной, думать о желтых карточках, думать перед тем, как лететь в подкат. Надо понимать, когда стоит быть агрессивнее, а когда нет. Надо быть сконцентрированным. Это про меня. Да, играть с мозгами. Но вот было бы круто, знаете, что, если бы была такая кнопка, когда раз ты нажимаешь и становишься понтусом, раз нажимаешь и уже хердур. Понимаете, да? Маглейский чемпионат. Это самый тяжелый чемпионат, где вы играли. Он, понимаете, самый, да, самый, самый тяжелый, не самый трудный, и самый тяжелый, не самый трудный, а самый тяжелый. По мне, отличается от российского. Больше, больше там физика, конечно, играет роль. Не надо зевать. На две секунды зазевался, все, ты уже вне игры. Если ошибаешься, тебя наказывают моментально. И плюс, слушайте, столько матчей в сезоне, ты можешь просто устать. Устать и даже не столько физически, сколько психологически. Надо голову все время настраивать на каждый матч. Российская лига непростая. Я не говорю, что такая же тяжелая, как английская. Она трудная, поэтому я здесь, я люблю вызовы. Много хороших команд, в том числе аутсайдеров. Они, кстати, против нас вообще всегда выходят с особым настроем. Надо даже настраиваться лучше на команды, которые вот из нижней части таблицы. Это такая ловушка всегда, потому что ты никогда не ожидаешь от них что-то особенного. А потом они раз выходят, и привет. Да, вот ты получаешь от них. Да, ты знаешь топ игроков из «Зенита», из «Спартака». Не знаешь игроков вот из других команд. Да, это откуда... Например, «Крылья». Ну, например, они, кстати, хороши сейчас. Тамбов, кстати, о чем? Вот чем Тамбов вам не нравится? Новая команда, нормальная. Они в этой лиге новички. Новички, но играют, особенно против лидеров, слушайте, играют, дай бог, каждому. С первых до последних минут сконцентрированным надо быть в российской лиге. Вот это ее особенность. Каждый может обыграть каждого. Посоветовали бы Чао в один день уехать в Англию? Вашич говорил мне, что Англия это не совсем его лига. Может, Франция или Германия. Я читал много раз, что, вы знаете, что Англия это не совсем лига для русских футболистов, что очень мало из них реально добивается успеха в Англии. Ну, они, да, пытаются, страдают, сражаются, но потом едут в итоге обратно домой. Кстати, вроде то же самое с итальянскими игроками, которые себя гораздо лучше чувствуют дома. Чао – хороший футболист. Действительно хороший футболист. Молодой, во-первых. У него еще есть много над чем работать. Он должен учиться у более опытных игроков. Ну, конечно, он может играть вообще где угодно. Это зависит все от него, от его мозгов, от его психологии. По таланту-то вообще никаких вопросов. Было бы здорово когда-нибудь увидеть его в топ-чемпионате. Я имею там Испанию, Италию. Я со своей стороны, конечно, делаю все, чтобы помочь ему. Надеюсь, он станет тем игроком, кем заслуживает стать. Ваша личная мотивация в ЦСКА? Лично, для меня? Слушайте, я… Во-первых, я… Во всех командах, за которые я играл, а я всегда… Я бился за какие-то… Ну, за какие-то цели. Я вот в Италии играл в серии «Б», да. Мы пытались выйти в серию «А». Затем я перешел в маленькие, в «Чезену», да. У нас не было тех возможностей, которые были у других команд. Что-то пытались у ИСА изобразить. Было сложно. То есть, да, я бился за какие-то цели, но не за самые топовые, да. Вот в Англии я был в Бристоле, да. Это новая команда. Команда играет в чемпионшипе. Строилась новая команда абсолютно. Вылетела из премьер-лиги и могла выйти обратно. Там большие деньги были потрачены на строительство новой команды, чтобы снова построить клуб уровня премьер-лиги. Вот. А в ЦСКА… ЦСКА – это титулы. Это всегда борьба за титулы. Когда я только услышал слухи, да, что вот, ЦСКА интересуется мной, я сказал агенту, дружище, это шанс, которого я ждал. Мне нельзя его упускать. ЦСКА… ЦСКА бьется за титул. Это то, что мне нужно. Так что, я, можно сказать, впервые перешел в команду, у которой есть менталитет победителя. Так что, у нас, да, будет давление, но давление позитивное, не негативное. Фанаты ждут побед, они ждут того, чтобы не вылететь откуда-то, да, или вернуться куда-то. Моя миссия была оказаться в таком клубе, который может выиграть чемпионат. Первый матч за ЦСКА, матч за Суперкубок, и мы выиграли этот трофей. Это было отличное начало в России. Я очень хотел выиграть вообще все, все турниры, все, в чем мы принимаем участие. Я, знаете, научился многому за первый год ЦСКА. Надо идти, идти дальше, идти вперед. Хочу побеждать. Хочу побеждать. Теперь надо выиграть чемпионат России. Это моя цель. Кстати, в Лиге чемпионов мы играли. Это же вообще мечта. Это то, почему я перешел в ЦСКА во многом, в Лиге чемпионов. Как бы это сказать? Ну, в Лиге чемпионов, в чемпионат, господи, чемпионат. Это турнир, где ты становишься лучше, где твой талант закаляется, обретает какие-то вещи, обрастает мясом, если так можно сказать. Шанс, вот он шанс. Да, он ко мне пришел, когда я стал игроком ЦСКА. Слушайте, два матча с Реал Мадридом, это же вообще фу. Это просто мечта, которая стала реальностью. Я реально счастлив, что я часть ЦСКА, что мы это сделали. Ну, немножко жаль, что сейчас мы в Лиге Европы, но тоже нормальный турнир. Ничего, когда-нибудь сыграем в более классном турнире, не когда-нибудь, в ближайшее время. надо сконцентрироваться сейчас на Лиге Европы и на чемпионате, естественно. Да, да. Чтобы вернуться в Лигу Чемпионов, где все команды хотят играть. Субтитры создавал DimaTorzok